Анатолия Юденича Почему люди изменяют друг другу? Откровенный разговор об этом за чашкой кофе с психологом. Собака бойцовской породы загрызла хозяйку в Нижегородской области. Всплеск запросов в Яндексе. Какие еще темы интересуют оренбуржцев в поисковике? Привычка, которая убивает. Расскажем, почему стоит бросить курить? Интервью с главным наркологом Оренбургской области о мерах профилактики и как родителям уберечь детей от наркотической зависимости. В эфире программа «Новости дня». В студии Оксана Боричева. Здравствуйте. Информационные итоги вторника готовы подвести корреспонденты ОРТ. Сейчас коротко о темах выпуска. Огнем уничтожена крыша. Причина пожара в поселке Светлый выясняется. Помощь людям на контроле у губернатора. Военный учебный центр на базе ОГУ посетили ректоры российских вузов. Оренбургский опыт стал хорошим примером. Выбрать свою территорию отдыха заканчивается голосование по благоустройству территорий на 2024. Площадку на улице Чкалова отремонтируют в этом году. Ответ на запрос журналистов пришел из администрации Оренбурга. Всероссийская массовая велогонка стартует 3 июня. В областном центре ограничат движение транспорта. И начинаем выпуск с информации о происшествиях в Оренбурге. Утром во вторник на пожаре погибли мужчина и женщина. Огонь вспыхнул в частном доме по улице Одесской. На место выехали сотрудники 9-го пожарно-спасательного отряда МЧС. Пожарным удалось быстро ликвидировать открытое горение. В ходе тушения обнаружены тела погибших. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Причины устанавливаются. Еще один крупный пожар произошел накануне вечером в поселке Светлый. Вспыхнула крыша многоэтажки. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Оренбургской области. Сообщение о возгорании поступило в 20.10. Пылающую крышу дома по улице Советской заметили прохожие. К этому моменту огонь уже охватил пространство внутри кровли и вырвался наружу. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты, энергетики, газовики, полиция, а также глава района. Как выяснилось позже, погибших и пострадавших нет. Жильцы многоэтажки успели самостоятельно эвакуироваться. Пожар локализовали в половине 10 вечера, а полностью потушить пламя удалось спустя еще полчаса. По словам главы Светлинского района, жителям многоквартирного дома оказана помощь. Они были эвакуированы и эту ночь они провели кто в пунктах временного размещения, который был организован на базе школы номер 2, а кто жители у родственников переночевали. Сейчас пожарные допустили жителей в свои квартиры, они там прибираются, убирают, ну и пока сейчас определяется по коммуникациям, сможем кто что подключить, газ, свет. Местные жители делятся кадрами, на которых видно, в каком состоянии сейчас квартиры. Люди говорят, еще в прошлом летом кровлю вскрыли для проведения капитального ремонта, однако сами работы не проводились. Спустя год ремонт возобновили, и вот произошел пожар. Пока жители подсчитывают убытки, специалисты устанавливают точные причины возгорания. Прокуратуре Оренбургской области сообщили, ситуация находится под особым контролем. Прокуратура проконтролирует фактическое соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в результате пожара. Кроме того, надзорное ведомство даст оценку исполнению со стороны ответственных лиц требований противопожарного законодательства. Ведомстве заверили, при необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. О пожаре в Светлом шла речь и на заседании областного правительства. Глава региона Денис Паслер интересовался масштабом происшествия и решением проблем погорельцев. Кроме того, поднимались вопросы дольщиков по двум высоток по улице Планерной Оренбурга, здравоохранения, поддержки сельхозпроизводителей, дорожного строительства. Повестку заседания изучил Александр Крюолапов. Жители четырехподъездного и четырехэтажного здания в Светлом в одночасье лишились крыши на головой. В доме прописано 109 человек. Для них в местной школе был организован ИВАК-пункт. Однако его услугами воспользовался лишь один погорельец. Остальные разъехались по родственникам и знакомым. Местные власти думают, как помочь односельчанам. Губернатор держит ситуацию на контроле. Кроме того, на заседании правительства поднимался вопрос о завершении строительства двух высоток по улице Планерной в Оренбурге. 580 оренбуржцев вложились в строительство и оказались без денег и без жилья. Вопрос дошел до прокуратуры и губернатора. Предусмотрены перераспределения ассигнований Министерству строительства и жилищно-коммунального дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области на обеспечение завершения строительства многоквартирных домов, включенных в единый реестр проблемных объектов. В текущем году сумма 100 миллионов рублей, на следующий год 350. Солизированы застройщик статус, который признан банк. На заседании звучит приятная новость для тех, кто решил заняться животноводством. Селяне могут рассчитывать на финансовую поддержку. Теперь на заведение КРЭС местного овощного направления представляется размер гранта не более 7 миллионов. Раньше было не менее 5 миллионов. То есть вымещение. И вводится понятие, это новое понятие, мониторинг достижения результата представления гранта. Теперь грант-получатель будет осчитываться не раз в год, а теперь ежеквартально в течение 5 лет. Принимается также досрочно построить около 150 километров дорог опорной сети. Для этого из областного бюджета выделена крупная сумма денег с перспективой возврата федеральным траншем. Увеличить расходы областного бюджета в текущем году на 4 миллиарда 0,54 миллиона 279 тысяч 900 рублей за счет бюджетного кредита из федерального бюджета в целях опережающего финансового обеспечения мероприятий, на софинансирование которых в 2024 году из федерального бюджета предоставляются межбюджетные трансферты. На опорную дорожную сеть Оренбургской области все эти дороги поименованы у нас в опорной сети. Должен сказать, что мы получили все положительные заключения экспертизы буквально в конце прошлой недели. Поднимается и вопрос здравоохранения, в частности борьбы с онкологией и сердечно-сосудистыми недугами. В медицинской сфере нашлось место и приятному моменту. В Бузулукской больнице скорой медицинской помощи присвоили имя академика Николая Симаш. Житель-то поддерживают или вы не знаете? Да, конечно. Человек, который возглавлял нашу больницу на протяжении 5 лет. Никакий человек, создатель современной советской системы здравоохранения. За присвоение почетного имени академика больницы подписались около 2000 представителей медицинского сообщества региона. Александр Криволапов, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Мы продолжаем. Военный учебный центр на базе Оренбургского государственного университета посетили ректоры России. Их встреча посвящена теме военной подготовки в учреждениях высшего образования. Именно Оренбургский вуз стал одним из первых в стране, где сформирован военный учебный центр. Осуществляет вращение до тех пор, пока не остается кровотечение. В военном центре на базе ОГУ занятия проходят не только для студентов. Сегодня о рабочем учреждении рассказывают представителям высших учебных заведений России. Ректоры из Москвы, Перми, Грозного и других городов страны приехали в Оренбург, чтобы перенять опыт коллег. Поручение президента прошло. Министерство науки и высшего образования, Министерство обороны Российской Федерации совместно это поручение реализовывают. Мы здесь смотрим, как все обустроено, как оборудовано и как это функционирует. Еще в 2019 году президент страны подписал указ о реорганизации военных кафедр на военные учебные центры. В Оренбурге такой появился в 2022 году. Для учреждения определено отдельное здание на базе ОГУ, где провели капитальный ремонт. Аудиторию оснастили современной техникой и мебелью. Уже сейчас здесь обучаются три взвода по 36 человек. Занятие у нас проходит один раз в неделю, без отрыва от основной учебы. Студенты прибывают по методу военного дня с утра до вечера, занимаются полностью по программе военной подготовки. Все студенты заинтересованы, проявляют инициативу, стараются показать себя. Стоит отметить, что ранее в Оренбургском госунивере не было военной кафедры. Сейчас же у студентов есть возможность за время основного обучения параллельно получить военно-учетную специальность. Нам удалось, появился действительно настоящий такой эффективный военно-учебный центр. Мы себя рассматриваем в том числе как преемник Оренбургского зенитно-ракетного училища, который на территории Оренбургской области служил несколько десятилетий в нашей стране. С помощью цифровых технологий студенты изучают военную технику, отрабатывают полеты на беспилотных аппаратах, посещают тактические, разведывательные, инженерные и другие дисциплины. Подготовка студентов – это действительно тот элемент, который заслуживает и внимания, и заслуживает, наверное, в свете сегодняшних непростых условий дальнейшего развития. Мы очень динамично работаем в этом направлении. За последние годы создано 52 новых военных учебных центра. До конца 2023 года в каждом субъекте Российской Федерации будет работать как минимум один военный учебный центр. Диана Кузимбаева, Семен Воробьев. Новости дня. И к другим темам. В Оренбурге часть семьи и сгоревшего дома по улице Максима Горького пока остаются без жилья. Погорельцы ждут от мэрии графика восстановительных работ. С претензией они уже обратились в администрацию, но ответа пока нет. Все подробности у Виолетты Широковой. Книги коллекционные, картины у нас коллекционные. Все сгорело. Вся одежда. Вот хожу в чужом. Целая жизнь сгоревшая дотла. 17 мая в доме на углу улиц Советской Максима Горького случился пожар. Возгорание тушили около шести часов. В результате 16 квартир оказались неприкодными для проживания. Незадолго до пожара в квартире Светланы закончился ремонт. Предметы быта, дорогие обои, успевшие стать любимыми вещи. В пламени исчезло все. Все новое, естественно, все так, как мы хотели. И кондиционеры, и холодильники, и вся техника. За разрушенной стеной ситуация та же. Хозяева были на даче, когда случилось ЧП. В пожаре погибли две кошки. Квартиры пострадали не только от пламени. Во время тушения тонны воды обрушились на жилище. Андрей Дикарев жил здесь вместе с женой и тремя детьми. Теперь это невозможно. Огонь не коснулся нас. У нас очень сильно затопило. Вот все обои отклеились. Полы непригодны. Их менять надо. С момента происшествия прошло больше десяти дней. Люди вынуждены жить у родственников. По их словам, общежитие, предоставленное городом, не подходит для жизни. Также жители дома по-прежнему не знают, когда начнутся восстановительные работы. Последствия пожара не разобраны. Чердачные перекрытия обрушились. Люди переживают, что без крыши к концу лета дом не сдадут к отопительному сезону. Администрация города не дает ни разъяснений, ни графика восстановительных работ. Редакция направила в мэрию официальный запрос. Мы ждем ответа. Виолетта Широкова, Игорь Бероев. Новости дня. Сейчас прервемся и вот о каких темах расскажем во второй части нашего выпуска. Выбрать свою территорию отдыха заканчивается голосование по благоустройству территорий на 2024-й. Площадку на улице Чкалова отремонтируют в этом году. Ответ на запрос журналистов пришел из администрации Оренбурга. Всероссийская массовая велогонка стартует 3 июня. В областном центре ограничат движение транспорта. Это новости дня и мы продолжаем. Более 230 тысяч оренбуржцев уже проголосовали за объекты благоустройства на 2024-й год. Об этом сообщает портал правительства области. Голосование в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» заканчивается 31 мая. Треть проголосовавших выбрала общественные территории областного центра. Более 83 тысяч голосов распределились в основном на три объекта. Пешеходную часть улицы Советской от улицы Володарского до улицы Набережной 23 тысячи голосов. И по 13 тысяч у второго этапа верхней части Набережной и парка в 16 микрорайоне. Более 12 тысяч новотрайчан проголосовали за благоустройство площади перед рынком, которая расположена на улице Советской. В случае победы эту территорию планируется заасфальсировать, выделить парковку для автотранспорта, оборудовать тротуары, посадить деревья, кустарники и цветы, поставить лавочки и урны. В планах установка системы видеонаблюдения, технического полива и освещения. В итоге в центре Новотроицка появится еще одно место для комфортного отдыха. В Орске остаются популярными Комсомольская площадь – 28 тысяч голосов. И пятый этап парка «Пищевик» – почти 15 тысяч. В Бугруслане лидирует общественная территория в первом микрорайоне – почти 8 тысяч голосов. В Бузулуке впереди аллея «Дружба». Ее убирает почти 12 тысяч человек. Всего в 2023 году в Оренбурже в голосовании участвуют 44 объекта. Это парки, скверы, набережные и другие зоны отдыха. В 13 муниципальных образованиях. В Абдулинском, Кувандыкском, Солилецком, Гайском, Сорочинском, Ясненском городских округах. В Светлинском районе, Бугруслане, Бузулуке, Медногорске, Новотройске, Оренбурге и Орске. Выбрать объект для богоустройства может любой оренбуржец старше 14 лет. Еще есть время оставить свой голос на сайте 56.горсреда.ру или через волонтеров, которые работают в торговых центрах и общественных местах. А сейчас информация для тех, кто следит за курсом валют. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. И пока жители области выбирают новые территории во дворе на улице Чкалова в Оренбурге, который был благоустроен одним из первых в регионе в рамках федерального проекта, детская площадка медленно, но верно приходит в негодность. Об этом нам рассказали местные жители. Любимая многими оренбуржцами игровая зона на улице Чкалова превращается в полосу препятствий. Вечерами на детской площадке собираются подростки, которые, проверяя свою силу, ломают дворовый инвентарь. После таких посиделок гулять с маленькими детьми здесь становится опасно. Порезы об острые края сломанного пластика – самое безобидное, что может случиться. Управляющие компании «Чкаловская», которые обслуживают эти жилые дома, о проблеме знают, но сделать ничего не могут. Максимум – убрать мусор, который оставляют после себя гости площадки, и сообщать о разрушениях специалистам городской администрации. Мы направили запрос в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга с вопросом, кто должен проводить ремонтные работы на объектах, благоустроенных в рамках федеральной программы. На что редакция получила ответ, в котором значится, что ремонт малых архитектурных форм на детской площадке у домов улицы Чкалова запланирован на этот год. В настоящее время готовится техническая документация. Детская больница на улице Самолетной в областном центре на страже здоровья маленьких оренбуржцев. К детской поликлинике прикреплено 9,5 тысяч детей. За день сюда с родителями приходит более 150 пациентов. Как сейчас работают врачи медучреждения и какие технологии используют в своей работе, подробности об этом расскажет Алена Круглова. Здесь у нас процедурный кабинет. В первую половину дня с утра с 8 до 10 здесь берется забор венозной крови. А далее здесь проводятся все процедуры, уколы, назначения. Отделение забора анализов – один из трех блоков обновленной детской поликлиники. Теперь здесь работает инфекционное отделение с отдельным входом. Сюда приходят дети с температурой или высыпаниями на коже. Преимущество этой части учреждения в том, что у них не происходит контакта со здоровыми детьми. Третья часть – общая поликлиника. Для малышей это место получилось особенно уютным и комфортным. Большие детские комнаты, есть место, где детям поиграть, есть Алиса, смотреть мультфильмы. Дети любят у нас и с Алисой разговаривать, и мультфильмы смотреть. У нас из старого остался только адрес. В нашу поликлинику было закуплено полностью все оборудование, вся мебель, полностью все оснащение. Позитивные изменения в работе поликлиники замечают и сами посетители. Ремонт в медучреждении на улице Самолетной областного центра завершился в декабре 2022 года. Теперь у всех родителей, дети которых прикреплены к этому отделению, есть возможность бесконтактных приемов. В мобильном приложении «Личный кабинет героя» можно получить услуги, не посещая больницу. В списке справки или запись к врачу – все это доступно благодаря новому дополнению. Приложение получило заслуженную награду. Оно признано лучшим организационным решением в медицинской сфере страны. На протяжении двух лет в детских поликлиниках Оренбурга проводят модернизацию, ремонтируют помещения. Планируем в идеале сделать в городе Оренбурге три консультативно-диагностических центра с искусственными специалистами, чтобы они были все в одном месте, чтобы нужно было ездить в одну поликлинику, не в другую, чтобы родители четко знали, каким адресам она находится в поликлинике. В поликлиниках на улице Просторной и Туркестанской уже сформированы такие центры. Следующей точкой станет новая больница на проспекте Братьев Коростелевых, где сейчас ведется масштабная реконструкция. Амбулаторная детская помощь, врачи-педиатры, узкие специалисты, реабилитационная база, стоматология – все будет под одной крышей. Открыть это отделение городской поликлиники планируют в текущем году. Алена Круглова, Виктор Горшенев, Новости дня. В спорные баннеры и видеоролики в Оренбургском УФАС рассмотрели рекламу, которая вызвала у жителей областного центра возмущение. На заседании экспертного совета оценили три баннера и шесть видеороликов на этичность и соответствие законодательству. Участники заседания – сотрудники Оренбургского УФАС, представители бизнеса, банковской сферы и научного сообщества. В центре внимания – реклама магазинов нижнего белья на рекламных билбордах областного центра. Главный вопрос – допустимы ли изображения с женщинами в нижнем белье вдоль проезжей части. Данная реклама, и первая, и вторая, является непристойной. Здесь я считаю, что модели надо убирать. Большинство экспертов сошлись на мнении, такая реклама неэтична и размещать ее вдоль транспортных магистралей не нужно. Также Оренбургцев вызвал вопрос и баннер на остекление одного из магазинов для взрослых. Эксперты определяют, эта реклама непристойна и содержит оскорбительный образ. Собственно говоря, у нас рекламодатели, рекламораспространители пользуются этим моментом только лишь вот этой фразе, что в любой форме с использованием любых средств. Но мы должны не забывать, что в силу норм закона реклама, она должна быть достоверной, добросовестной и надлежащей. Особое внимание к видеороликам с услугами по банкротству физических лиц. Эксперты отмечают, такие материалы вводят в заблуждение оренбуржцев. Информацию представляют, но не в полном объеме. После полученной услуги у клиентов могут возникнуть сложности, о которых в рекламе не предупреждают. Всероссийская массовая велосипедная гонка пройдет в Оренбурге 3 июня. В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта по некоторым дорогам областного центра. Событие приурочено ко Всемирному дню велосипедистов. Участникам будут предложены дистанции от 200 метров до 7 километров. Старт запланирован у стадиона Оренбург. Затем велосипедисты направятся по улице Терешковой, после чего свернут в районе улицы Оренбургской и финишируют на улице Прохоренко. Для участников и зрителей подготовлена масштабная праздничная программа. Велопарад, концерт и различные конкурсы. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения Всероссийской массовой велогонки 3 июня с 7 утра и до 5 часов вечера будет прекращено движение транспорта на улицах Прохоренко, Новая, Терешковой, а также по участку от улицы Ноябрьской до проезда Нижнего. Движение общественного транспорта будет организовано в объезд по улице Пролетарской. Троллейбусы, следующие по маршруту номер 4 на время перекрытия улицы Терешковой, приостановят движение. В администрации города просят водителей заранее планировать поездки с учетом информации о перекрытии дорог. И на этом все. Напоминаю, что еще больше информации вы можете узнать и на нашем сайте орттв.ру, а также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. Ну а я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Здравствуйте! В студии с метеопрогнозом Елена Чечеткина. Через несколько секунд я расскажу, какая погода ожидает нас в ближайшие сутки. Магазин «Фитинг» на улице Шевченко, 179. Там вы найдете все для сантехнических работ. Котлы, бойлеры и другое котельное оборудование, фитинги и трубы всех видов. Магазин «Фитинг». Более 5000 деталей для производства сантехнических работ. Всегда в наличии. Пластиковые, чугунные, латунные, медные, канализационные трубы и фитинги. Огромный выбор кранов, насосов, фильтров, смесителей. Улица Шевченко, 179. Закончится май без изменений в погодной обстановке. Благодаря атмосферному блоку, который продолжит удерживаться над нашим регионом. В ближайшие сутки переменная облачность без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. В большинстве районов порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 20 градусов. В отдельных северных и восточных районах до плюс 12. Дневная температура плюс 29, плюс 34 градуса. И по районам подробнее. На западе области плюс 15, плюс 18 ночью. Днем 31-34 градуса тепла. Центр и юг в ночное время плюс 17, плюс 20 градусов. А днем плюс 31, плюс 34. На севере плюс 8, плюс 11 градусов ночью. Днем 29-32 со знаком плюс. На востоке в ночное время плюс 11, плюс 14. А днем плюс 29, плюс 32 градуса. В Оренбурге ближайшие сутки без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20 градусов. А днем плюс 32, плюс 34. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. И будет слабо падать. Я желаю вам хорошей погоды. Всего доброго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. В эфире новости спорта в студии Анатолий Юденич. Победа на классе. В предпоследнем 29-м туре чемпионата Российской премьер-лиги футболисты Оренбурга в гостях обыграли столичная торпеда. Торпедовцы, досрочно попрощавшись с высшим эшелоном, могут теперь поиграть в свое удовольствие. А у Оренбурга турнирная мотивация еще есть. В первые минуты соперники обменялись острыми моментами. Чурич попытался исполнить сухой лист, а в ответной атаке москвичи вынесли мяч с ленточки. Вскоре торпеда забила, но при этом Рейна и руками сыграл, и во вратаря врезался. Разумеется, гол не был засчитан. К перерыву игра оживилась. Прорыв Воробьева в штрафную хозяева, по мнению судей, прервали с нарушением правил, и сам пострадавший хладнокровно реализовал 11-метровый. А через считанные минуты активный Чурич нанес пушечный удар, и мяч, отскочив от перекладины, пересек линию ворот. В начале второго тайма Оренбург, редкий случай, заработал второй гостевой пенальти. Снаряд после удара попал в руку торпедовца. На сей раз к точке вышел Джимми Марин и, переиграв голкипера, пробил ровно по центру ворот. На исходе матча на замену вышел 18-летний Капустянский и сразу же отметил свой дебют результативным действием. Защитники пятились до тех пор, пока не создали молодому оренбуржцу идеальную позицию для точного удара. Первые минуты присматривались друг к другу. Во втором тайме, после второго гола, я считаю, полный контроль был над игрой и добились заслуженной победы. 3-1. Победа по делу. При не самой яркой игре гости вдвое превзошли хозяев лужников по владению мячом и общему количеству ударов. Папа здесь выиграл золотое олимпийское, олимпийское в 80-х годах, да. Потом мой брат Марио здесь играл в кубок со Спартаком в 2010-2011, когда еще было искусственное поле, да. Так сейчас я приехал здесь как последний личико и победил, поэтому я очень рад. В завершающем туре принимаем того, кого преследуем – московское «Динамо». И вот интрига. Если уступим или сыграем в ничью, то можем опуститься на девятую строчку таблицы. А победа гарантирует седьмое место. Три золота международного турнира. Оренбургские боксеры с блеском выступили на крупных соревнованиях в Хабаровске. Турнир памяти героя Советского Союза Константина Короткова, один из старейших в стране, проводится с 60-х годов прошлого века. 14 лет назад соревнованиям был придан статус международных. И с тех пор качественный состав несоизмеримо вырос. Сейчас на самом восточном ринге страны собрались полторы сотни боксеров из 16 стран – Европы, Азии, даже с Африканского континента. Причем помимо государств постсоветского пространства приехали спортсмены из не особо дружественных нам Южной Кореи и Румынии. Флаги Оренбургия в Хабаровске представляли четверо авторитетных проверенных бойцов. В полусреднем весе Хикмет Гараев начал с уверенной победы над забайкальцем Мадыгмаевым. Но в полуфинале со счетом судейских записок 2-3 уступил восходящей звезде российского бокса Амурчанину Пацеори. А вот три тяжелые весовые категории забрали наши. В первом тяжелом весе Решат Бакиров сначала единогласным решением судей победил белорусу Масалова. Следом также 5-0 россиянина Савериду. И в финале в первом же раунде за явным преимуществом двукратного чемпиона Узбекистана Аслонова. Алексей Зобнин прошел африканца Табисо, таджикистанца Забирова и под занавес в упорнейшем поединке коллегу по сборной Слободяна. И наконец супертяж Салах Муцелханов бой с монгольским боксером остановил в первом раунде. А в финале уверенно справился с дагестанцем Мусаевым. Три титула в серьезной кампании – отличная репетиция чемпионата страны, который в августе пройдет в том же Хабаровске. Продолжая тему единоборств, в Казани состоялось молодежное первенство Приволжского федерального округа по вольной борьбе. Оренбуржцы завоевали 5 медалей. В столице Татарстана собрались сильнейшие борцы в возрасте до 24 лет из всех 14 регионов округа. В условиях сильнейшей конкуренции наши земляки оказались более чем состоятельны. Победителями стали оренбуржцы Владимир Гиенко, Магомед Жудинов и Иван Дубовский. Теперь им всем дорога в финал первенства страны. Окружную бронзу в Бугуруслан привезли Эльдар Алиев и Артур Хурматуллин. А в Орске состоялся городской детский турнир по вольной борьбе. На ковры выходили начинающие спортсмены в трех возрастных разрядах от 7 до 12 лет. И собралось их полторы сотни. Орская школа вольников авторитетна издавна. Ряд борцов – победители и призеры окружных российских первенств международных турниров. Конечно, начинающим атлетам еще далеко до успехов Бурина и Камалеева. Но чего хватало в поединках, так это зрелищности и настрой на победу. Ранее подобный юношеский турнир прошел в Гае в спортивном комплексе «Здоровье». В нем принимали участие юноши и девушки из спортивной школы «Рекорд» и их соседи из поселка «Энергетик». Вольная борьба была и остается одним из самых популярных и массовых видов спорта в нашем регионе. На сегодня это все. Будьте здоровы! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В преддверии международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Оренбургской области проводится месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. О том, насколько проблема наркотической зависимости актуальна для нашего региона. О современных подходах в лечении зависимых. И главное, на что обращать внимание родителям подростков, чтобы ребенок не попал в беду. Об этом мы и поговорим сегодня с главным наркологом Оренбургской области Владимиром Васильевичем Корпецом. Владимир Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте! Первый вопрос. В марте-апреле новостные сайты по всей стране пестрили такой информацией о загадочных смертях молодых людей. Но объединяло их одно – это судороги перед смертью и пена изо рта. И позже, как показала экспертиза, все они погибли из-за метадона. И в некоторых источниках указывается, что это чуть ли не новая какая-то волна наркомании. Насколько проблема актуальна для Оренбургской области? И в целом вы общаетесь с коллегами из других регионов? Какая ситуация по стране? Ну, слава богу, метадон не характерен для Оренбургской области. Это очень хорошо видно по тем химико-тактикологическим исследованиям, которые мы проводим при различных ситуациях, в том числе из общей популяции людей, и в том числе наши экспертные какие-то дела, связанные со следствием, с МВД и прочее. И вот таких случаев за год было всего семь. То есть для двух почти миллионных областей – это небольшие цифры. И были ряд сообщений, что, будем говорить, в некоторых областях нашей Российской Федерации, там, где особо усердствовала наркомафия, где был завезен этот наркотик, ну, понятное дело, цена и, как бы, спрос. Спрос на такой вид наркотика есть всегда у наркоманов, особенно у лиц, которые употребляли наркотики раньше. А если еще плюс низкая цена, ну, соответственно, покупают и травятся. Ибо когда наши клиенты или пациенты привыкли к одному наркотику, и, значит, дозировка его, соответственно, знакома ему, и когда начинается вот в обороте данной территории другой наркотик, и вот эти вот случаи смерти, да, они как раз вот из-за незнания тех доз, из-за незнания того наркотика, который употребляет, и было ряд смертей, на которые тут же среагировали правоохранительные органы, и мы в плане, значит, того, что мы эти вещи не держим в тайне, и говорим о них, и особенно говорим много среди детей, школьников. И вот в нашей области работает такая программа, молодое поколение делает свой выбор, где практически каждый подросток в возрасте от 13 до 17-18 лет в организованной части населения, в школах, в вузах, в СУЗах, он имеет такую информацию от нас конкретно, от врачей-наркологов, от психологов нашего диспансера, в том числе и у учителей, которых мы обучаем, и в том числе и от родителей, потому что мы принимаем участие и в родительских всеобучах, здесь сложнее вот не с наркотиками, сложнее с курением. Владимир Васильевич, а так как все-таки сейчас месячник наркотической направленности, насколько для Оренбургской области актуальна эта проблема? Есть ли какая-то статистика снижения, увеличения число зависимых по официальным данным? Ну, в целом, приличное снижение интереса к наркотическим веществам. Приличное снижение – это с чем связано? Как вы думаете, с теми мероприятиями, которые вы проводите, или в том числе с ужесточением каких-то законов? Интересы молодежи немножечко другие стали. Я имею в виду наркотики. Есть повышение интереса вот к этим пыхалкам всяким. Но здесь, можно сказать, разнузнанные рекламы в интернете привела к тому, что сегодня интерес вот к этим пыхалкам среди детей и молодежи очень большая. И мы видим, значит, по нашим тоже исследованиям, исследуется биологическая жидкость, допустим, при проведении там разных исследований. И мы видим там котинин. А котинин – это продукт распада никотина. И видим о том, что наши девочки встали в один ряд с мальчиками, то есть почти 50 на 50 интересы и у девочек, и у мальчиков. Почему это произошло? Потому что вот эта реклама говорит о том, что это безопасно, о том, что там низкое содержание никотина. Безопасно, привлекательная упаковка, разные вкусы. Маркетинговые ходы вот такие вот со стороны наркобизнеса. А наркобизнес – это очень серьезный, около 40 миллиардов рублей в год вот только по этим пыхалкам идет. И поэтому наркомафия тоже использует вот эти вот моменты для того, чтобы популяризировать что-то новое, ну и прибыль. Владимир Васильевич, вот мое детство, оно пришлось на 90-е. И, к сожалению, я своими глазами видела, прямо вот как у нас во дворе умирали героиновые наркоманы. Это было тогда повально. И, к сожалению, те ребята, которые были в окружении, ну каждый второй вот на чем-то досидел именно в те времена. Сейчас ситуация немножко другая. Появились другие синтетические наркотики. Но вот больше 10 лет назад, наверное, немножко обострилась здесь ситуация. На что обращать внимание родителям? На какие признаки, что ребенок что-то употребляет или употребил, или пробует? И когда бить с тревогой? Ведь многие родители, насколько я знаю, подтвердители, да, или опровергните это, они пытаются как-то иногда даже скрыть эту проблему и не верят своим каким-то замечаниям. То есть не верят тому, что видят, отрицают, что их ребенок от чего-то зависим. Ну, здесь, вы знаете, самое главное – это немедленное реагирование на ситуацию, когда какая-то проблема, в том числе из ряда наркотиков, выпячивается. И тогда, если очень быстро среагирует МВД на это все, и среагируем мы своими интервенциями в той школе, где этот процесс пошел, именно в течение двух-трех дней. Вот поступает ведь в Оренбургской области в малом количестве областей вот такая система выработана, которая у нас, когда силовые структуры одновременно с нами получают вот эту информацию. То есть поступил подросток по скорой помощи с отравлением. Тут же знают полицейские, тут же знаем мы, и интервенция идет в ту школу, откуда этот подросток поступил. То есть очень важно локализовать очаг. Не допустить того, как вы говорите, что метадон пошел, пошли отравления массовые, причем смерти. Вот нам этого не нужно. Мы по 500 смертей имели в 2000-е годы, в 1999-м, 2000-м, 2001-м. Пока и правоохранители не взялись. Я помню, в 1999-м году, по-моему, 75 раз только выступал на телевидении, рассказывая о тех проблемах, о тех, какие есть в Оренбургской области. И мы затормозили. Вот в соседней Самарской области население где-то в полтора раза было больше тогда, чем у нас. У них смертей было в три раза больше. Но у них и сейчас ситуация сложнее в Самарской области. Потому что невыработана система, нет системы быстрого реагирования. И поэтому родителям надо на любое изменение в поведении подростка... А любое изменение – это что может быть? Какие-то признаки косвенные? Это изменение настроения. Перепады настроения от... Или упадническое какое-то, или сонливое, или наоборот. От депрессии к возбуждению. Это веселость, это, значит, такой вот задор. Двигательная активность. Тот, который обычно не характерен для подростка. Это изменение круга интересов. То есть вдруг появляются какие-то звонки, вдруг появляются новые друзья, которые что-то куда-то предлагают, там идти в какой-то бар, что для данного подростка было не характерно. Или вот такие вот микросоциальные группы формируются во дворе, в подъездах. То есть родители должны знать, чем занимаются подростки и какой их круг интересов. Потому что встать вот на этот путь иногда очень легко, на путь потребления наркотиков. А вот уйти с него иногда нужны годы. И мы по нашим пациентам, вот сейчас особенно тем, которые периодически, значит, как по статистике бывает так, что периодически всплеск смертей. И мы смотрим эту статистику. То ли это всплеск смертей среди наших наркоманов, которые бросали, переходили на алкоголь, появлялся новый какой-то наркотик, там психостимуляторы какие-то, они начинают употреблять уже в 35-40-45-летнем возрасте и начинают погибать. Потому что они не знают этого наркотика, они вдруг узнали, что вот он появился, и надо как бы быстро попробовать. И у нас, допустим, было одно время смертей за год. Вместо 500 было там 27-35, и вдруг раз вспышка. Да, среди старшего поколения, среди детей и подросток, слава богу, у нас не было ни разу. Был случай отравления газом, вот с газовых баллончиков, был случай отравления алкоголем, когда метилом, спиртом подросток в одном из муниципальных образований вместе с своим отчимом выпили, и оба погибли. Такие случаи бывают. Но, слава богу, это единичные, и никто как бы не гарантирует о том, что эти случаи будут иметь место, потому что есть люди, вот взрослые в данном случае, что заставило отчима, значит, поить ребенка маленького. Ну, видно, компании не хватало. И оба погибли, а оказался там просто метиловый спирт. Вот. Мы должны это все предусматривать, но всегда быть настороже именно тогда, когда ситуация изменяется. Владимир Васильевич, да. А вот все-таки родителям, если они обратили внимание, но она же не побежит сразу в органы заявлять. Ей куда лучше обращаться, куда прийти? Ну, понимаете, есть как раз вот этот антинаркотический месячник, как раз и там популяризация телефонов доверия. То есть позвонить на любой телефон доверия и тут же будут переправлены, как правило, к нам, на наш телефон доверия, который, значит, или на наш сайт, ну, обратиться на сайт главного врача, то есть у меня наркологическую службу, и, собственно говоря, на любой телефон доверия, где можно получить грамотную консультацию и рассказать, как поступить. Самое страшное – это замалчивание. И вот было время, когда уже, ну, в наши времена, после 2000-х годов, когда школы иногда замалчивали вот то, что происходило. Не выносить за пределы школы. Ну, а не выносить, почему? Потому что, ну, и школа, и дети изгоями становятся, и прочее, прочее. И забывается о том, что эта зараза, она мгновенно ползет, и если один человек появился, то уже завтра два-три друга, а те два-три друга заражают, и еще два-три друга. И вот такой вот по типу снежного кома расползается, это все в течение недели, двух недель, и начинается проблема, которой очень сложно, значит, ее побороть. А если мы работаем с одним-двумя подростками, которые вдруг откуда-то там появились, и где-то услышали, и где-то там взяли, вот это проще, потому что вовремя локализуется это все, и тут и УВД, и надзорные органы смотрят, и, значит, сама школа заинтересована. И вот в этом плане, кстати, который касаемо Мещника, Минобор стоит на втором месте после антинаркотической комиссии. То есть самое вот такое министерство, которое всегда впереди, и оно, кстати, достаточно быстро реагирует на ситуацию. И мы заходим в школу, еще раз скажу, прямо буквально на второй-третий день заходим в школу, и школа не против того, чтобы мы поработали в этом классе, вот где возникла проблема. Владимир Васильевич, в заключении нашей программы, конечно, пожелание от вас для родителей, какую работу нужно проводить, ну и, может быть, для учителей, что нужно говорить, какие-то доводы приводить подросткам, чтобы их даже не интересовало, какие не интересовали запрещенные вещества. Ну, вот этот Месячник наших знаний, популяризации здорового образа жизни, и самое главное, мы зачастую забываем это, уважение существующих законов, все-таки законы суровые, и любое отношение к наркотикам, ну, сам наркотик должно быть у подростка, у родителя и у учителя, вот слоган такой – тюрьма смерти. Это заложить сознание. Это заложить в те, значит, вот участки мозга, которые свободны от других знаний, чтобы молодой человек или взрослый человек знал, что наркотик – это запрещенное вещество, кроме операции, да, кроме дачи наркоза, кроме тогда, когда он применяет с пожизненным показанием, чтобы спасти человека, да. А здесь, вот в нашей популяции, среди людей, у наших подростков должно это звучать, вот этот слоган – тюрьма смерть. И тогда большинство ребят разумных должны, конечно, вот настраивать себя на этот лад, что здоровый образ жизни и уважение нашего законодательства, они приведут все-таки к единичным случаям смертей, к единичным случаям отравлений, к единичным случаям интереса к наркотику. Спасибо вам большое за разговор. Напомню, что у нас сегодня было интервью с главным наркологом Оренбургской области Владимиром Васильевичем Корпецом. Вам желаем всего доброго и до встречи в эфире. Здравствуйте, это рубрика «Всплеск интересов» и я ее ведущая Виолетта Широкова. Здесь мы рассказываем о самых интересных запросах оренбуржцев в Яндексе за последние сутки. Открывает наш рейтинг запрос «Стаффорд» – 63 всплесковых балла. Собака бойцовской породы насмерть загрызла собственную хозяйку в Нижегородской области. 27-летняя местная жительница пошла во двор кормить пса. Внезапно тот вцепился девушке в шею. В этот момент из дома выбежал муж девушки и выстрелил собаку, но спасти пострадавшую не удалось. Она скончалась во дворе своего дома. По факту трагедии проводится проверка. Следующий запрос «Денонсация» – это что? Его результат – 68 всплесковых баллов. Денонсация – это надлежащим образом оформленный отказ государства от заключенного и международного договора. Связан интерес к термину с тем, что Россия выходит из договора об обычных вооруженных силах. Он был принят в 1990 году как соглашение между странами Варшавского договора и НАТО. Согласно договору, обеим группам государств-участников договора разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники. Открывают тройку лидеров запрос ОГЭ «География» – 72 всплесковых балла. В этом году один из экзаменов по выбору проходит 30 мая. Девятиклассникам будет предложено 30 вопросов, в числе которых базовой сложности 25, повышенной – 13 и высокой – только 2. Задание охватывает пять тематических блоков. География России, источники географической информации, человека, природа, земли, материки и океаны и геоэкология. Продолжая тему экзаменов – запрос ОГЭ «Информатика». Он набрал 82 всплесковых балла. Ребятам, которые сдают в 2023 году информатику, не стоит рассчитывать встретить в первой части классический тест с одним правильным ответом варианта из нескольких предложенных. Теперь все немного иначе. Теоретические задания хоть и требуют краткого ответа, но в подавляющем большинстве это цифра, которую необходимо получить путем расчета или решения логической задачи. Лидер запроса сегодня – ОГЭ «Общество знания» 87 всплесковых баллов. По данным Рособоронадзора, общество знания стало самым популярным предметом по выбору в этом году. Его задают более 800 тысяч детей. Девятиклассники искали ответы на вопросы, а также даты, когда они узнают свои баллы. Результаты ожидаются не позже 15 июня. На этом у меня все. Это была рубрика «Всплеск интересов». Здесь мы рассказываем о самых популярных запросах в Яндексе за последние сутки. С вами была Виолетта Широкова. До встречи на ОРТ. Большая подготовительная работа всегда проведения единого государственного экзамена. Здесь не только Министерство управления образования на местах, это во всех 60 пунктах проведения единого госэкзамена. Работают команды очень сплоченные. Многие коллеги работают уже не первый год. И в целом по году проходило обучение. Именно что касалось и процедуры проведения экзамена. И мы работаем с экспертами в части того, каким образом будут оцениваться работы. Плюс к этому все причастные структуры. Конечно, в этом году основной акцент, если там два года назад у нас основной акцент был на санитарно-эпидемические профилактические мероприятия. Здесь мы понимаем, что мы сдаем экзамены в сложной достаточно обстановке, связанной с проведением специальной военной операции. Поэтому меры безопасности здесь принимаются беспрецедентные. Мы в самом тесном контакте со всеми причастными структурами. Я никаких подробностей, естественно, раскрывать не буду. Ну и по климату, конечно, в этом году специально сделано русский язык и математика сдвинуты максимально близко к началу. То есть сегодня пишут русский, следующий день тоже будет, потому что это самый массовый экзамен. Более 6 тысяч ребят его сдают, ну и выпускников прошлых лет. Соответственно, русский язык, математика, информатика, говорение по иностранному языку – это те экзамены, которые разбиваются на два дня. Кто-то идет в первый день, кто-то идет во второй. Оренбург сдвинута максимально близко к маю месяцу, ну, чтобы полегче было с точки зрения климата. Ну, Оренбург же, значит, своим степным жарким климатом тут в данном случае, конечно, ребятам не совсем помогает. Вот у нас несколько человек закончило 26-го досрочно. Ну, в связи с тем, что ребята сослались на самочувствие, это было оформлено должным образом, они у нас смогут в дополнительные дни основного периода все-таки попробовать экзамен пересдать. В эфире программа «Новости дня» в студии Оксана Боричева. Здравствуйте! Информационные итоги вторника готовы подвести корреспонденты ОРТ. Сейчас коротко о темах выпуска. Огнем уничтожена крыша. Причина пожара в поселке Светлый выясняется. Помощь людям на контроле у губернатора. Военный учебный центр на базе ОГУ посетили ректоры российских вузов. Оренбургский опыт стал хорошим примером. Выбрать свою территорию отдыха заканчивается голосованием по благоустройству территорий на 2024-й. Площадку на улице Чкалова отремонтируют в этом году. Ответ на запрос журналистов пришел из администрации Оренбурга. Всероссийская массовая велогонка стартует 3 июня. В областном центре ограничат движение транспорта. И начинаем выпуск с информации о происшествиях. В Оренбурге утром во вторник на пожаре погибли мужчина и женщина. Огонь вспыхнул в частном доме по улице Одесской. На место выехали сотрудники 9-го пожарно-спасательного отряда МЧС. Пожарным удалось быстро ликвидировать открытое горение. В ходе тушения обнаружены тела погибших. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Причины устанавливаются. Еще один крупный пожар произошел накануне вечером в поселке Светлое. Вспыхнула крыша многоэтажки. Ситуацию взяла на контроль прокуратура Оренбургской области. Сообщение о возгорании поступило в 20.10. Пылающую крышу дома по улице Советской заметили прохожие. К этому моменту огонь уже охватил пространство внутри кровли и вырвался наружу. На место незамедлительно выехали пожарные расчеты, энергетики, газовики, полиция, а также глава района. Как выяснилось позже, погибших и пострадавших нет. Жильцы многоэтажки успели самостоятельно эвакуироваться. Пожар локализовали в половине 10 вечера, а полностью потушить пламя удалось спустя еще полчаса. По словам главы Светлинского района, жителям многоквартирного дома оказана помощь. Они были эвакуированы и эту ночь они провели, кто в пунктах временного размещения, который был организован на базе школы номер 2, а кто жители у родственников переночевали. Сейчас пожарные допустили жителей в свои квартиры, они там прибираются, убирают. Ну и пока сейчас определяется по коммуникациям. Сможем кто что подключить, газ, свет. Местные жители делятся кадрами, на которых видно, в каком состоянии сейчас квартиры. Люди говорят, еще в прошлом летом кровлю вскрыли для проведения капитального ремонта. Однако сами работы не проводились. Спустя год ремонт возобновили, и вот произошел пожар. Пока жители подсчитывают убытки, специалисты устанавливают точные причины возгорания. В прокуратуре Оренбургской области сообщили, ситуация находится под особым контролем. Прокуратура проконтролирует фактическое соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало в результате пожара. Кроме того, надзорное ведомство даст оценку исполнению со стороны ответственных лиц требований противопожарного законодательства. Ведомстве заверили, при необходимости будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. О пожаре в Светлом шла речь и на заседании областного правительства. Глава региона Денис Паслер интересовался масштабом происшествия и решением проблем погорельцев. Кроме того, поднимались вопросы дольщиков по двум высотах по улице Планерной Оренбурга, здравоохранения, поддержки сельхозпроизводителей, дорожного строительства. Повестку заседания изучил Александр Кариолапов. Жители четырехподъездного и четырехэтажного здания в Светлом в одночасье лишились крышан головой. В доме прописано 109 человек. Для них в местной школе был организован эвакопункт. Однако его услугами воспользовался лишь один погорельец. Остальные разъехались по родственникам и знакомым. Местные власти думают, как помочь односельчанам. Губернатор держит ситуацию на контроле. Кроме того, на заседание правительства поднимался вопрос о завершении строительства двух высоток по улице Планерной в Оренбурге. 580 оренбуржцев вложились в строительство и оказались без денег и без жилья. Вопрос дошел до прокуратуры и губернатора. Предусмотрены перераспределения ассигнований Министерству строительства и жилищно-коммунального дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области на обеспечение завершения строительства многоквартирных домов, включенных в единый реестр проблемных объектов. В текущем году сумма 100 миллионов рублей, а на следующий год 350. Специализированы застройщик статуса, который признан банк. На заседании звучит приятная новость для тех, кто решил заняться животноводством. Селяне могут рассчитывать на финансовую поддержку. Селяне могут рассчитывать на финансовую поддержку. Теперь на заведении КРЭС мясного молочного направления присутствует размер гранта не более 7 миллионов. Раньше было не менее 5 миллионов. То есть вымещение. И вводится понятие, это новое понятие, мониторинг достижения результата присоединения гранта. Теперь грант получать будет отсчитываться не раз в год, а теперь ежеквартально в течение 5 лет. Принимается также досрочно построить около 150 километров дорог опорной сети. Для этого из областного бюджета выделена крупная сумма денег с перспективой возврата федеральным траншем. Увеличить расходы областного бюджета в текущем году на 4 миллиарда 0,54 миллиона 279 тысяч 900 рублей. За счет бюджетного кредита из федерального бюджета в целях опережающего финансового обеспечения мероприятий, на софинансирование которых в 2024 году из федерального бюджета предоставляются межбюджетные трансферты. На опорную дорожную сеть Оренбургской области все эти дороги поименованы у нас в опорной сети. Должен сказать, что мы получили все положительные заключения экспертизы буквально в конце прошлой недели. Поднимается и вопрос здравоохранения, в частности борьбы с онкологией и сердечно-сосудистыми недугами. В медицинской сфере нашлось место и приятному моменту. В Узбургской больнице скорой медицинской помощи присвоили имя академика Николая Семаш. Житель-то поддерживает или вы не знаете? Да, конечно. Человек, который возглавлял нашу больницу на протяжении 5 лет, некарный человек, создатель современной советской системы здравоохранения. За присвоение почетного имени академика больницы подписались около 2000 представителей медицинского сообщества региона. Александр Криволапов, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Мы продолжаем. Военный учебный центр на базе Оренбургского государственного университета посетили ректоры России. Их встреча посвящена теме военной подготовки в учреждениях высшего образования. Именно Оренбургский вуз стал одним из первых в стране, где сформирован военный учебный центр. Он осуществляет вращение до тех пор, пока не остается кровотечения. В военном центре на базе ОГУ занятия проходят не только для студентов. Сегодня о рабочем учреждении рассказывают представителям высших учебных заведений России. Ректоры из Москвы, Перми, Грозного и других городов страны приехали в Оренбург, чтобы перенять опыт коллег. Поручение президента прошло. Министерство науки и высшего образования, Министерство обороны Российской Федерации совместно это поручение реализовывают. Мы здесь смотрим, как все обустроено, как оборудовано и как это функционирует. Еще в 2019 году президент страны подписал указ о реорганизации военных кафедр на военные учебные центры. В Оренбурге такой появился в 2022 году. Для учреждения определено отдельное здание на базе ОГУ, где провели капитальный ремонт. Аудиторию оснастили современной техникой и мебелью. Уже сейчас здесь обучаются три взвода по 36 человек. Занятие, во-первых, у нас проходит один раз в неделю, без отрыва от основного места, от основной учебы. Студенты прибывают по методу военного дня с утра до вечера, занимаются полностью по программе военной подготовки. Все студенты заинтересованы, проявляют инициативу, стараются показать себя. Стоит отметить, что ранее в Оренбургском госунивере не было военной кафедры. Сейчас же у студентов есть возможность за время основного обучения параллельно получить военноучетную специальность. Нам удалось, появился действительно настоящий, такой эффективный военноучебный центр. Мы себя рассматриваем в том числе как преемник Оренбургского зенитно-ракетного училища, которое на территории Оренбургской области служило несколько десятилетий в нашей стране. С помощью цифровых технологий студенты изучают военную технику, отрабатывают полеты на беспилотных аппаратах, посещают тактические, разведывательные, инженерные и другие дисциплины. Подготовка студентов – это действительно тот элемент, который заслуживает и внимания, и заслуживает, наверное, в свете сегодняшних непростых условий дальнейшего развития. Мы очень динамично работаем в этом направлении. За последние годы создано 52 новых военных учебных центра. До конца 2023 года в каждом субъекте Российской Федерации будет работать как минимум один военный учебный центр. Диана Кузимбаева, Семен Воробьев, Новости дня. И к другим темам. В Оренбурге часть семьи из сгоревшего дома по улице Максима Горького пока остаются без жилья. Погорельцы ждут от мэрии графика восстановительных работ. С претензией они уже обратились в администрацию, но ответа пока нет. Все подробности у Виолетты Широковой. Книги, коллекционные картины у нас коллекционные, все сгорело. И вся одежда, вот хожу чужом. Целая жизнь сгоревшая дотла. 17 мая в доме на углу улиц Советской Максима Горького случился пожар. Возгорание тушили около шести часов. В результате 16 квартир оказались неприкодными для проживания. Незадолго до пожара в квартире Светланы закончился ремонт. Предметы быта, дорогие обои, успевшие стать любимыми вещи. В пламени исчезло все. Все новое, естественно, все так, как мы хотели. И кондиционеры, и холодильники, и вся техника. За разрушенной стеной ситуация та же. Хозяева были на даче, когда случилось ЧП. В пожаре погибли две кошки. Квартиры пострадали не только от пламени. Во время тушения тонны воды обрушились на жилище. Андрей Дикарев жил здесь вместе с женой и тремя детьми. Теперь это невозможно. Огонь не коснулся нас, у нас очень сильно затопило. Все обои отклеились, полы непригодны, их менять надо. С момента происшествия прошло больше 10 дней. Люди вынуждены жить у родственников. По их словам, общежитие, предоставленное городом, не подходит для жизни. Также жители дома по-прежнему не знают, когда начнутся восстановительные работы. Последствия пожара не разобраны, чердачные перекрытия обрушились. Люди переживают, что без крыши к концу лета дом не сдадут к отопительному сезону. Администрация города не дает ни разъяснений, ни графика восстановительных работ. Редакция направила в мэрию официальный запрос. Мы ждем ответа. Виолетта Широкова, Игорь Бероев, Новости дня. Сейчас прервемся и вот о каких темах расскажем во второй части нашего выпуска. Выбрать свою территорию отдыха заканчивается голосованием по благоустройству территорий на 2024-й. Площадку на улице Чкалова отремонтируют в этом году. Ответ на запрос журналистов пришел из администрации Оренбурга. Всероссийская массовая велогонка стартует 3 июня. В областном центре ограничат движение транспорта. Это новости дня и мы продолжаем. Более 230 тысяч оренбуржцев уже проголосовали за объекты благоустройства на 2024-й год. Об этом сообщает портал правительства области. Голосование в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» заканчивается 31 мая. Треть проголосовавших выбрала общественные территории областного центра. Более 83 тысяч голосов распределились в основном на три объекта. Пешеходную часть улицы Советской от улицы Володарского до улицы Набережной 23 тысячи голосов. И по 13 тысяч у второго этапа верхней части Набережной и парка в 16 микрорайоне. Более 12 тысяч новотроичан проголосовали за благоустройство площади перед рынком, которая расположена на улице Советской. В случае победы эту территорию планируется заасфальсировать, выделить парковку для автотранспорта, оборудовать тротуары, посадить деревья, кустарники и цветы, поставить лавочки и урны. В планах установка системы видеонаблюдения, технического полива и освещения. В итоге в центре Новотроицка появится еще одно место для комфортного отдыха. В Орске остаются популярными Комсомольская площадь – 28 тысяч голосов. И пятый этап парка Пищевик – почти 15 тысяч. В Бугруслане лидирует общественная территория в первом микрорайоне – почти 8 тысяч голосов. В Бузулуке впереди Аллея Дружба. Ее убирает почти 12 тысяч человек. Всего в 2023 году в Оренбурже в голосовании участвуют 44 объекта. Это парки, скверы, набережные и другие зоны отдыха в 13 муниципальных образованиях – Абдулинском, Кувандыкском, Солилецком, Гайском, Сорочинском, Ясненском городских округах, Светлинском районе, Бугруслане, Бузулуке, Медногорске, Новотройске, Оренбурге и Орске. Выбрать объект для богоустройства может любой оренбуржец старше 14 лет. Еще есть время оставить свой голос на сайте 56.горсреда.ру или через волонтеров, которые работают в торговых центрах и общественных местах. А сейчас информация для тех, кто следит за курсом валют. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. И пока жители области выбирают новые территории во дворе. На улице Чкалова в Оренбурге, который был благоустроен одним из первых в регионе в рамках федерального проекта, детская площадка медленно, но верно приходит в негодность. Об этом нам рассказали местные жители. Любимая многими оренбуржцами игровая зона на улице Чкалова превращается в полосу препятствий. Вечерами на детской площадке собираются подростки, которые, проверяя свою силу, ломают дворовый инвентарь. После таких посиделок гулять с маленькими детьми здесь становится опасно. Порезы об острые края сломанного пластика – самое безобидное, что может случиться. Управляющие компании «Чкаловская», которые обслуживают эти жилые дома, о проблеме знают, но сделать ничего не могут. Максимум – убрать мусор, который оставляют после себя гости площадки. И сообщать о разрушениях специалистам городской администрации. Мы направили запрос в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Оренбурга с вопросом, кто должен проводить ремонтные работы на объектах, благоустроенных в рамках федеральной программы. На что редакция получила ответ, в котором значится, что ремонт малых архитектурных форм на детской площадке у домов улицы Чкалова запланирован на этот год. В настоящее время готовится техническая документация. Детская больница на улице Самолетной в областном центре на страже здоровья маленьких оренбуржцев. К детской поликлинике прикреплено 9,5 тысяч детей. За день сюда с родителями приходит более 150 пациентов. Как сейчас работают врачи медучреждения и какие технологии используют в своей работе, подробности об этом расскажет Алена Круглова. Здесь у нас процедурный кабинет. В первую половину дня с утра с 8 до 10 здесь берется забор венозной крови. А далее здесь проводятся все процедуры, уколы, назначения. Отделение забора анализов – один из трех блоков обновленной детской поликлиники. Теперь здесь работает инфекционное отделение с отдельным входом. Сюда приходят дети с температурой или высыпаниями на коже. Преимущество этой части учреждения в том, что у них не происходит контакта со здоровыми детьми. Третья часть – общая поликлиника. Для малышей это место получилось особенно уютным и комфортным. Большие детские комнаты, есть место, где детям поиграть. Есть Алиса, смотреть мультфильмы. Дети любят у нас и с Алисой разговаривать, и мультфильмы смотреть. У нас из старого остался только адрес. В нашу поликлинику было закуплено полностью все оборудование, вся мебель, полностью все оснащение. Позитивные изменения в работе поликлиники замечают и сами посетители. Ремонт в медучреждении на улице Самолетной областного центра завершился в декабре 2022 года. Теперь у всех родителей, дети которых прикреплены к этому отделению, есть возможность бесконтактных приемов. В мобильном приложении «Личный кабинет героя» можно получить услуги, не посещая больницу. Записка справки или запись к врачу – все это доступно благодаря новому дополнению. Приложение получило заслуженную награду. Оно признано лучшим организационным решением в медицинской сфере страны. На протяжении двух лет в детских поликлиниках Оренбурга проводят модернизацию, ремонтируют помещения. Планируем в идеале сделать в городе Оренбурге три консультативно-диагностических центра с искусственными специалистами, чтобы они все были в одном месте, чтобы нужно было ездить в одну поликлинику, к нейрологу – в другую. Чтобы родители четко знали, в каким адресам он находится в поликлинике. В поликлиниках на улице Просторной и Туркестанской уже сформированы такие центры. Следующей точкой станет новая больница на проспекте Братьев Коростелевых, где сейчас ведется масштабная реконструкция. Амбулаторная детская помощь, врачи-педиатры, узкие специалисты, реабилитационная база, стоматология – все будет под одной крышей. Открыть это отделение городской поликлиники планируют в текущем году. Алена Круглова, Виктор Горшенев, Новости дня. Спорные баннеры и видеоролики в Оренбургском УФАС рассмотрели рекламу, которая вызвала у жителей областного центра возмущение. На заседании экспертного совета оценили три баннера и шесть видеороликов на этичность и соответствие законодательству. Участники заседания – сотрудники Оренбургского УФАС, представители бизнеса, банковской сферы и научного сообщества. В центре внимания – реклама магазинов нижнего белья на рекламных билбордах областного центра. Главный вопрос – допустимы ли изображения с женщинами в нижнем белье вдоль проезжей части. Данная реклама, и первая, и вторая, является непристойной. Здесь я считаю, что модели надо убирать. Большинство экспертов сошлись на мнении, такая реклама неэтична и размещать ее вдоль транспортных магистралей не нужно. Также у Оренбуржцев вызвал вопрос и баннер на остекление одного из магазинов для взрослых. Эксперты определяют, эта реклама непристойна и содержит оскорбительный образ. Собственно говоря, у нас рекламодатели, рекламораспространители пользуются этим моментом только лишь вот этой фразе, что в любой форме с использованием любых средств. Но мы должны не забывать, что в силу норм закона реклама должна быть достоверной, добросовестной и надлежащей. Особое внимание к видеороликам с услугами по банкротству физических лиц. Эксперты отмечают, такие материалы вводят в заблуждение оренбуржцев. Информацию представляют, но не в полном объеме. После полученной услуги у клиентов могут возникнуть сложности, о которых в рекламе не предупреждают. Всероссийская массовая велосипедная гонка пройдет в Оренбурге 3 июня. В связи с этим будет временно ограничено движение транспорта по некоторым дорогам областного центра. Событие приурочено ко Всемирному дню велосипедистов. Участникам будут предложены дистанции от 200 метров до 7 километров. Старт запланирован у стадиона Оренбург. Затем велосипедисты направятся по улице Терешковой, после чего свернут в районе улицы Оренбургской и финишируют на улице Прохоренко. Для участников и зрителей подготовлена масштабная праздничная программа – велопарад, концерт и различные конкурсы. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения всероссийской массовой велогонки 3 июня с 7 утра и до 5 часов вечера будет прекращено движение транспорта на улицах Прохоренко, Новая, Терешковой, а также по участку от улицы Ноябрьской до проезда Нижнего. Движение общественного транспорта будет организовано в объезд по улице Пролетарской. Троллейбусы, следующие по маршруту номер 4 на время перекрытия улицы Терешковой, приостановят движение. В администрации города просят водителей заранее планировать поездки с учетом информации о перекрытии дорог. И на этом все. Напоминаю, что еще больше информации вы можете узнать и на нашем сайте орттв.ру, а также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. Ну а я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Здравствуйте! В студии с метеопрогнозом Елена Чечеткина. Через несколько секунд я расскажу, какая погода ожидает нас в ближайшие сутки. Магазин «Фитинг» на улице Шевченко, 179. Там вы найдете все для сантехнических работ. Котлы, бойлеры и другое котельное оборудование, фитинги и трубы всех видов. Магазин «Фитинг». Более 5000 деталей для производства сантехнических работ. Всегда в наличии. Пластиковые, чугунные, латунные, медные, канализационные трубы и фитинги. Огромный выбор кранов, насосов, фильтров, смесителей. Улица Шевченко, 179. Закончится май без изменений в погодной обстановке. Благодаря атмосферному блоку, который продолжит удерживаться над нашим регионом. В ближайшие сутки переменная облачность без осадков. Ветер южный 7-12 метров в секунду. В большинстве районов порывы до 18 метров в секунду. Температура ночью плюс 15, плюс 20 градусов в отдельных северных и восточных районах до плюс 12. Дневная температура плюс 29, плюс 34 градуса. И по районам подробнее. На западе области плюс 15, плюс 18 ночью, днем 31, 34 градуса тепла. Центр и юг в ночное время плюс 17, плюс 20 градусов, а днем плюс 31, плюс 34. На севере плюс 8, плюс 11 градусов ночью, днем 29, 32 со знаком «плюс». На востоке в ночное время плюс 11, плюс 14, а днем плюс 29, плюс 32 градуса. В Оренбурге ближайшие сутки без осадков. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20 градусов, а днем плюс 32, плюс 34. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба и будет слабо падать. Я желаю вам хорошей погоды. Всего доброго! Здравствуйте! В эфире новости спорта в студии Анатолий Юденич. Победа на классе. В предпоследнем 29-м туре чемпионата российской премьер-лиги футболисты Оренбурга в гостях обыграли столичная торпеда. Торпедовцы, досрочно попрощавшись с высшим эшелоном, могут теперь поиграть в свое удовольствие. А у Оренбурга турнирная мотивация еще есть. В первые минуты соперники обменялись острыми моментами. Чурич попытался исполнить сухой лист, а в ответной атаке москвичи вынесли мяч с ленточки. Вскоре торпеда забила, но при этом Рейна и руками сыграл, и во вратаря врезался. Разумеется, гол не был засчитан. К перерыву игра оживилась. Прорыв Воробьева в штрафную хозяева, по мнению судей, прервали с нарушением правил. И сам пострадавший хладнокровно реализовал 11-метровый. А через считанные минуты активный Чурич нанес пушечный удар. И мяч, отскочив от перекладины, пересек линию ворот. В начале второго тайма Оренбург редкий случай. Заработал второй гостевой пенальти. Снаряд после удара попал в руку торпедовца. На сей раз к точке вышел Джимми Марин и, переиграв галкипера, пробил ровно по центру ворот. На исходе матча на замену вышел 18-летний Капустянский. И сразу же отметил свой дебют результативным действием. Защитники пятились до тех пор, пока не создали молодому Оренбургцу идеальную позицию для точного удара. Первые минуты присматривались друг к другу. В втором тайме, после второго гола, я считаю, полный контроль был над игрой и добились заслуженной победы. 3-1. Победа по делу. При не самой яркой игре гости вдвое превзошли хозяев лужников по владению мячом и общему количеству ударов. Папа здесь выиграл золотое Олимпийское в 80-х годах. Потом мой брат Марио здесь играл в кубах со Спартаком в 2010-2011. Когда еще было искусственное поле, так сейчас я приехал здесь как последний личико и победил. Поэтому я очень рад. В завершающем туре принимаем того, кого преследуем – московская Динамо. И вот интрига. Если уступим или сыграем в ничью, то можем опуститься на девятую строчку таблицы. А победа гарантирует седьмое место. Три золота международного турнира. Оренбургские боксеры с блеском выступили на крупных соревнованиях в Хабаровске. Турнир памяти героя Советского Союза Константина Короткова, один из старейших в стране, проводится с 60-х годов прошлого века. 14 лет назад соревнованиям был придан статус международных. И с тех пор качественный состав несоизмеримо вырос. Сейчас на самом восточном ринге страны собрались полторы сотни боксеров из 16 стран – Европы, Азии, даже с Африканского континента. Причем, помимо государств постсоветского пространства, приехали спортсмены из не особо дружественных нам Южной Кореи и Румынии. Флаги Оренбургия в Хабаровске представляли четверо авторитетных проверенных бойцов. В полусреднем весе Хикмет Гараев начал с уверенной победы над забайкальцем Мадыгмаевым. Но в полуфинале со счетом судейских записок 2-3 уступил восходящей звезде российского бокса Амурчанину Пацеори. А вот три тяжелые весовые категории забрали наши. В первом тяжелом весе Решат Бакиров сначала единогласным решением судей победил белорусу Масалова. Следом также 5-0 россиянина Свериду. И в финале, в первом же раунде, за явным преимуществом двукратного чемпиона Узбекистана Аслонова. Алексей Зобнин прошел африканца Табисо, таджикистанца Забирова и под занавес в упорнейшем поединке коллегу по сборной Слободяна. И, наконец, супертяж Салах Муцелханов бой с монгольским боксером остановил в первом раунде. А в финале уверенно справился с дагестанцем Мусаевым. Три титула в серьезной кампании – отличная репетиция чемпионата страны, который в августе пройдет в том же Хабаровске. Продолжая тему единоборств, в Казани состоялось молодежное первенство Приволжского федерального округа по вольной борьбе. Оренбуржцы завоевали 5 медалей. В столице Татарстана собрались сильнейшие борцы в возрасте до 24 лет из всех 14 регионов округа. В условиях сильнейшей конкуренции наши земляки оказались более чем состоятельны. Победителями стали оренбуржцы Владимир Гиенко, Магомет Жудинов и Иван Дубовский. Теперь им всем дорога в финал первенства страны. Окружную бронзу в Бугуруслан привезли Эльдар Алиев и Артур Хурматуллин. А в Орске состоялся городской детский турнир по вольной борьбе. На ковры выходили начинающие спортсмены в трех возрастных разрядах от 7 до 12 лет. И собралось их полторы сотни. Орская школа вольников авторитетна издавна. Ряд борцов – победители и призеры окружных российских первенств международных турниров. Конечно, начинающим атлетам еще далеко до успехов Бурина и Камалеева. Но чего хватало в поединках, так это зрелищности и настрой на победу. Ранее подобный юношеский турнир прошел в Гае, в спортивном комплексе «Здоровье». В нем принимали участие юноши и девушки из спортивной школы «Рекорд» и их соседи из поселка «Энергетик». Вольная борьба была и остается одним из самых популярных и массовых видов спорта в нашем регионе. На сегодня это все. Будьте здоровы! Вы курите и не замечаете приближения беды. Вы курите и у вас повышается артериальное давление, развивается сердцебиение, возникает спазм сосудов и образуются тромбы. Вы курите и становитесь мишенью для инфаркта миокарда. Помогите своему сердцу. Бросьте курить! Бросьте курить! Бросьте курить! По данным ВЦИОМ, в любовь с первого взгляда верят 59% россиян. Но что делать, если это любовь к третьему, который лишний? Сегодня с семейным психологом Мариной Васильевой разберемся, почему люди изменяют. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, достаточно популярная история происходит во многих семьях, во многих парах. Сначала все клянутся друг другу в любви на всю жизнь, а потом что-то начинает идти не так. Почему те самые первые яркие эмоции угасают, и человек начинает обращать внимание на кого-то третьего? Хорошая тема, и она сегодня очень актуальна на самом деле, даже по данным статистики, да, что измен очень много. С чем это связано на самом деле? Ну, начну я, наверное, с простого – любовь. Иногда люди к любви относятся как к чему-то очень обычному, простому. На самом деле, любовь имеет тоже свой порядок. И я хочу сказать немножко о этих порядках, которые ведут к разладу в семье. Например, если мы возьмем партнерство, начинается с отношений. Потом за партнерством идет родительство, верно? То партнерство имеет преимущество перед родительством. И тогда, когда у семьи появляется ребенок, фокус смещается на ребенка. И тогда любовь уходит на второй план. И это тоже имеет значение в отношениях. Ну, если посмотреть на это с точки зрения человеческого, да, то женщина поглощается полностью в ребенка, она забывает о мужчине. И он не получает нужного внимания, а обратной связи в любви. Второй момент, который очень важный – это баланс. Баланс между брать и давать. В отношениях – это очень важная вещь. Вообще это закон, который действует и в жизни, и в космосе даже, да, говорят. Но брать всегда приятнее, чем давать. Брать и давать. То есть между партнерами должен быть баланс. Тогда вот этот баланс, тогда отношения состоятся. Если один партнер дает больше, вот смотрите, один партнер дает больше, возникает что? Разрыв. И тогда у второго партнера возникает некое чувство вины. Это вещественная полагающая вещь в отношениях в плане вины. Ну, не с точки зрения, что вот прям там виноваты, а как составляющая этого момента. И тогда, когда другой дает, не берет ничего взамен, тогда он чувствует превосходство над другим. И это тоже на тонком уровне работает. Поэтому, когда один дал что-то другому, ну, принес, например, кофе утром жене мужчину, да, ну, дорогая, выпей. Она это чувствует, как-то ей хочется, она чувствует какую-то обязанность внутри, говорит, хорошо, я тебе сделаю прекрасный завтрак, который ты никогда вообще не пробовал. И вот этот баланс, исходя из того, что из обязанностей и чувства вины, я восполняю постоянно. Это есть отношения. Другой уровень, который ведет к проблеме в семье, это когда партнер какой-то пытается воспитывать другого и берет на себя роль матери или отца, например, да, это тоже очень, ну, как бы, понимаете, это вводит в зависимость человека. Он становится несвободным, не сам себе принадлежит как будто бы. Откуда это идет? Смотрите, мы получаем первые отношения свои с детьми, ну, первые отношения и познание женского и мужского через мать и отца. И когда первое время мы находимся в сфере матери, мы получаем что-то от матери. И потом мы переходим в сферу отца и берем от отца. Но когда в сфере матери ребенок получает слишком много, тогда он в ней остается. Тогда принятия отца, энергии отца мало. Таким образом, если с точки зрения посмотреть девочек, девочек, мальчиков, то это папины, мамины сыночки. Да. И то же самое с девочкой. Когда она получает больше энергии от отца, ну, там, в силу жизни, в силу каких-то обстоятельств. Мать не может столько давать, там, девочке женского, да, передавать энергию. Тогда девочка уходит во влиянии сферы отца. И вот папа мой самый лучший, и вот папа. И тогда у нее формируется внутри некий образ, и она становится папиной дочкой, да. Вообще, это очень глобальная проблема, и она имеет место почти, ну, очень часто. Во всяком случае, в моей практике это очень часто. Еще очень важный момент. Между супругами, между людьми в любой паре должно быть доверие. Как это доверие восстановить, если уже случилась такая ситуация? Как говорится, ни пойман, ни вор. А тут совершенно иная картина у нас, да, получается. Как выстроить доверие заново? Насколько это возможно? Есть ли люди, которые все-таки не могут справиться с этой ситуацией, пытаются возобновить отношения, но в какой-то момент они снова дают трещину? Почему это может происходить? Ну, это происходит, потому что не были проанализированы проблемы. Не было найдено понимания полностью этого. Слушайте, ну, мы уже все современные люди, да, сейчас столько всего пишут, рассказывают. Если человек действительно внутри хочет это решить, он его решит, поверьте мне, он его решит. Если у него внутри нет внутреннего, ну, вот он нашел более лучший интерес. Отпустите его. Мне жаль, что мы расстались. Я отпускаю тебя с любовью, любя. Может быть, это для него или для нее является испытанием души. В плане доверия. Но если вы любите, значит, вы будете доверять, значит, вы будете продолжать жить и менять себя. Всегда начинается все с себя. В решении любая проблема, конечно. Марина, ну и давайте за финале нашу встречу каким-то полезным советом, полезной практикой. Что делать как раз-таки в ту секунду, когда ты узнаешь об измене партнера? Может быть, какая-то техника дыхательная, техника, которая помогает успокоиться, взять себя в руки, не наломать дров и не обзвонить всех подруг в истерике, что, ну, все, развод и девичья фамилия. Вы знаете, по многим, многие лета, я вообще сама инструктор по оздоровительному цыгун, я занимаюсь дыхательными практиками, я их знаю, но самое универсальное, самое лучшее, которое я проверила годами, это дыхание. Вы знаете, я вдыхаю жизнь, да? Вот нужно, как я первая сказала, узнала об этом. Не надо это откладывать, бежать кому-то, чего-то. Подыши. Все в живот. Чтобы энергия не в голову шла, вот некоторые дышат вот так. Они поднимают грудь, у них не хватает энергии, чтобы отправить энергию в живот. Подышите. Найдите, как дыхание трехфазное выглядит. Поучитесь. Это важно. Это дыхание жизни называется. Мы с этим рождаемся. Ребенок всегда дышит животиком. Почему я так на это обращаю внимание? Потому что дыхание – это энергия. Я вдыхаю энергию. Если я ее не провожу вниз, в живот, в свою хару, тогда она у меня остается здесь. И тогда она мне давит на мою голову. И тогда мой ментальный уровень не соображает нормально, потому что вся энергия скоплена в голове. И лучше эту энергию отправить в живот. В живот там все справится. Там сила, там жизнь, там рождение, там жизнь-смерть. Вот. И посидеть, подумать, включиться, как бы, да, почувствовать руки, почувствовать свои ноги, как я стою на земле, вот как бы заземлиться, да, вот так справиться с первым моментом стресса. Ну, а там уже процесс пойдет сам по себе. Не начинайте с претензий. Начинайте говорить, что ты мне сделал больно. И если я что-то делаю не так, давай об этом поговорим. Марин, спасибо большое. Очень надеюсь, что многие наши зрители, неважно, какого пола, сегодня мы уже по процентам примерно прикинули, что измены и женские, и мужские примерно в одной паре статистической находятся. Поэтому благодарим вас за то, что поделились своими техниками с нашими зрителями. Уверены, что чья-то жизнь после этого станет чуточку лучше. Всего доброго. Спасибо. До свидания. В Константинополе 16 века мужчина должен был обеспечить жену кофе. Если этого не происходило, она могла запросто подать на развод. Страшно подумать, что было бы, если бы в те времена жена узнала об измене. Хорошо, что мы в 21 веке. И еще лучше, что есть проект «Кофе с психологом», в котором мы обсуждаем те темы, которые по-настоящему вас беспокоят. И те темы, которыми вы боитесь поделиться с близкими. Присылайте ваши вопросы в любой из наших мессенджеров, и мы с удовольствием найдем на них ответы в компании с каким-нибудь прекрасным специалистом. С вами была Катерина Стебнева. Всего вам самого прекрасного. Здравствуйте, это рубрика «Всплеск интересов» и я ее ведущая Виолетта Широкова. Здесь мы рассказываем о самых интересных запросах оренбуржцев в Яндексе за последние сутки. Открывает наш рейтинг запрос «Стаффорд» 63 всплесковых балла. Собака бойцовской породы насмерть загрызла собственную хозяйку в Нижегородской области. 27-летняя местная жительница пошла во двор кормить пса. Внезапно тот вцепился девушке в шею. В этот момент из дома выбежал муж девушки и выстрелил в собаку, но спасти пострадавшую не удалось. Она скончалась во дворе своего дома. По факту трагедии проводится проверка. Следующий запрос «Денонсация» это что? Его результат 68 всплесковых баллов. Денонсация это надлежащим образом оформленный отказ государства от заключенного и международного договора. Связан интерес к термину с тем, что Россия выходит из договора об обычных вооруженных силах. Он был принят в 1990 году как соглашение между странами Варшавского договора и НАТО. Согласно договору обеим группам государств-участников договора разрешалось иметь равное количество обычных вооружений и боевой техники. Открывают тройку лидеров запрос ОГЭ «География» 72 всплесковых балла. В этом году один из экзаменов по выбору проходит 30 мая. Девятиклассникам будет предложено 30 вопросов, в числе которых базовой сложности 25, повышенной 13 и высокой только 2. Задание охватывает пять тематических блоков «География России», источники географической информации, человека природы Земли, материки и океаны и геоэкология». Продолжая тему экзаменов запрос ОГЭ «Информатика», он набрал 82 всплесковых балла. Ребятам, которые сдают в 2023 году «Информатику», не стоит рассчитывать встретить в первой части классический тест с одним правильным ответом варианта из нескольких предложенных. Теперь все немного иначе. Теоретические задания хоть и требуют краткого ответа, но в подавляющем большинстве это цифра, которую необходимо получить путем расчета или решения логической задачи. Лидер запроса сегодня ОГЭ «Общество знания» 87 всплесковых баллов. По данным Рособоронадзора, общество знания стало самым популярным предметом по выбору в этом году. Его задают более 800 тысяч детей. Девятиклассники искали ответы на вопросы, а также даты, когда они узнают свои баллы. Результаты ожидаются не позже 15 июня. На этом у меня все. Это была рубрика «Всплеск интересов». Здесь мы рассказываем о самых популярных запросах в Яндексе за последние сутки. С вами была Виолетта Широкова. До встречи на ОРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова